Каждый концерт для Геннадия – это очередной шаг навстречу полноценной жизни. В силу проблем со здоровьем он не так часто бывает в людных местах. Однако сегодня день особенный. Вместе со своим верным другом, педагогом Юлией Трошкевич, мужчина долго готовился к церемонии торжественного открытия отделения. Друзьям и тем, кто придет разделить с ним такую долгожданную радость, Геннадий подготовил музыкальный подарок. Это все очень волнительно. Главное, чтобы они раскрывались. Главное, чтобы они к нам приходили. Это самое главное. Мы их всех очень любим. И мы хотим для них дать все. Чтобы они были счастливы, чтобы они были востребованы, чтобы они чувствовали себя людьми. Сегодня в комплексной помощи сопровождающего нуждается порядка трех сотен жителей Московского района. Охватить каждого из них заботой и поддержкой. Вот цель открытия нового отделения на базе территориального центра. Работа будет проводиться по двум категориям. Сопровождение инвалидов старше 18 лет и помощь детям-сиротам. Люди своеобразные нуждаются не только в том, чтобы им рассказать, что и как, но и где-то и оказать помощь. Потому что разные вопросы возникают в процессе жизни. Мы сможем помогать. В первую очередь, это инвалиды первой и второй группы. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. И мы сможем более предметно уже работать и оказывать им поддержку по жизни, если у них какие-то трудные ситуации оказываются. И тем самым не на словах, а уже реальным делом мы подтверждаем неоднократные слова президента нашего. То, что главная забота государства – это забота о наших гражданах. Для проведения приемов и консультаций специалистам отделения сопровождения было выделено специальное помещение. Инвалиды и тяжелобольные граждане получат обслуживание на дому. А вот за помощью с оформлением документов, с трудоустройством, с вопросами социальной поддержки юноши и девушки, имеющие статус сирот, должны обратиться непосредственно в центр. Мы работаем по заявительному-выявительному принципу. Значит, либо ребята будут приходить к нам и говорить, что нам нужна помощь, либо же мы будем выявлять их, мы будем взаимодействовать с отделом образования, с милицией, с МЧС и так далее. Теперь отделение сопровождаемого пребывания закрепилось в расписании центра. Набран штат квалифицированных специалистов, которые готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. А нуждаются в этой поддержке особенно те, кто оказался в непростой жизненной ситуации, но очень хочет жить полноценно и ярко, как, например, это делает Геннадий. Проблемы со здоровьем нисколько не сломили дух мужчины. Наоборот, закалили и привели к новым горизонтам, к творчеству. И такую дорогу для себя может открыть еще кто-то. Главное – надежное плечо рядом. Анастасия Ноздрин, Блатницкая, Эдуард Букунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.